Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. О здоровье ТАДАЯ, коллегия Главного управления по здравоохранению, прошла в областном центре. Какие позиции в приоритете и что дальше? Большой открытый диалог о том, что важно. Комфорт горожан – залог стабильности и процветания. Какие плановые реновации ждут Брест в 2021? О женщинах и для женщин. Мероприятия в честь празднования 8 марта прошли в учреждениях областного центра. Об этом и о многом другом в программе «Итоги недели» прямо сейчас. Ни для кого не секрет, что одним из главных условий успешной реализации стратегии социально-экономического развития государства является сохранение здоровья населения. И 2020 год стал для сферы здравоохранения переломным. Пандемия, COVID-19, коронованный вирус. Помогать нужно было всем. И тем, кто оказался заложником ковида и другим плановым пациентам. Было непросто и пришло время серьезно поговорить, проанализировать и обсудить то, что сделано на благо здоровья населения в ушедшем году. И над чем предстоит работать более эффективно в наступившем. Этому была посвящена итоговая коллегия Главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома. 2020 год для сферы здравоохранения был очень сложным и тяжелым. На эту ситуацию повлияла коронавирусная инфекция, которая внесла свои коррективы не только в привычный уклад жизни людей, но и в работу организации здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы. В организациях здравоохранения области для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 было подготовлено без малого 5000 коек, 150 наркозно-дыхательных аппаратов, 430 аппаратов искусственной вентиляции легких, 90 кислородных концентратов. Нам пришлось создавать красные, зеленые зоны, изменять движение потоков пациентов в организациях здравоохранения, обеспечить медицинский персонал средствами индивидуальной защиты, закупка современного диагностического оборудования, высокотехнологичного аппарата в КТ. Мы вдвое увеличили количество кислородных точек, получили современные лекарственные препараты. Несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию, система здравоохранения обеспечила максимальную доступность медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях. Перепрофилирование коек не затронуло те направления оказания медицинской помощи, которые связаны с устранением состояний, угрожающих жизни пациента. Оказывалась специализированная медицинская помощь по кардиологии, неврологии, хирургии, гинекологии, а также другим профилям. Мы не прекращали госпитализировать плановых больных, экстренных больных. Мы занимались оказанием высокотехнологичной помощи. Это и высокотехнологичные диагностические манипуляции, и операции. И если говорить в целом по итогам года, то мы уменьшили, конечно, количество этих операций, примерно на 15-20%, но, однако, мы достаточное количество этих операций выполнили, и достаточному количеству пациентов оказали помощь. Показатели итогов прошедшего года говорят о снижении младенческой и детской смертности. Активно внедрялась стратегия скрининга рака, предстательной железы, шейки, матки, молочной железы, благодаря чему увеличился процент выявления рака на ранних стадиях. Но уже сейчас понятно, что после окончания коронавирусной инфекции нужно будет вплотную заняться и кардиологическими, и онкологическими вопросами. Для того, чтобы улучшить работу региона, Министерством здравоохранения совместно с Азиатским банком, совместно со Всемирным банком развития, реконструкцией развития, естественно, будет поставляться оборудование. Оборудование, в первую очередь, это тяжелое оборудование. Оборудование в регионы мы уже поставляем, кроме опорных больниц Пинска, Барановича, Бреста и в районные центры, это КТ, МРТ, это УЗИ-аппараты, УЗИ-аппараты разного класса, это машины скорой медицинской помощи, это передвижные рентгеновские аппараты. Конечно, качество оказания услуг и материально-техническая база – два неделимых понятия. Продолжено строительство нового лечебного корпуса в учреждении здравоохранения Брестская детская областная больница, введение в строй которого планируется осенью 2021 года, а также медицинского комплекса в Заречном микрорайоне города Бреста. Строительство данного медицинского объекта планируется завершить в 2022 году. Действительно, сегодня выполнение медицинских задач, это зависит с материально-техническим обеспечением. Сегодня совместно с Министерством здравоохранения и областным бюджетом в том числе разработан ряд направлений, в котором будет развиваться здравоохранение. Развитие – это покупка и обеспечение материально-технической базы, это покупка КТ, это покупка МРТ, это ремонты наших больниц, ввод новых объектов, это покупка автомобилей скорой помощи, это покупка технологических автомобилей, это покупка высокоэффективных, высокоточных сегодня медицинских приборов для проведения диагностики и для того, чтобы поставить правильный диагноз. В большом списке планов и задач на 2021 год числится развитие имеющихся межрайонных центров высокотехнологичной помощи, создание скрининговых центров с расширением диапазона заболеваний для проведения скрининговых мероприятий, поранимое выявление онкологических заболеваний, основных локализаций и многие другие. Что касается 2021 года, то он наверняка будет не менее сложным, как и 2020 год, но сегодня опыт нашего здравоохранения гораздо выше, чем ровно год назад фактически начался ковид, поэтому в части заболевания, поэтому мы сегодня выходим, действительно оптимизировали наши больницы, в которых есть ковидные заболевания. Мы имеем сегодня три территориальных центра, это Барановичи, Пинск и Брест непосредственно, значит, там оказываются, и мы перевозим и туда тяжелых больных, кто имеет последствия, а остальные больницы выходят на плановую работу, это на профилактику, на решение вопросов, которые связаны именно по здравоохранению, для оказания услуг нашим гражданам медицинских. Ирина Левчук, Андрей Щерб, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели». На итоговой коллегии поднимался вопрос и о судьбе аккумуляторного завода в Брестском районе. Его пусконаладочные работы находятся под вниманием различных контролирующих служб, в том числе и санитарной. Какое содержание вредных веществ в атмосферном воздухе и в почве на границе санитарно-защитной зоны завода, каковы результаты лабораторного контроля? О цифрах и статистике главный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева. За 2018-2019 годы из проведенных 2500 исследований на свинец атмосферного воздуха превышение предельно допустимых концентраций, а свинец в воздухе предельно допустимая концентрация, это 1 микрограмма на метр кубический, обнаружено не было. И следует отметить, что из 250 исследований на свинец, проведенных в 2020 году, все результаты были ниже предела чувствительности прибора, который составляет 0,18 микрограмм на метр кубический. Как я уже сказала, ПДК свинца в воздухе 1 микрограмм на метр кубический. Кроме атмосферного воздуха, нами велся лабораторный контроль содержания свинца в почве, а также в воде децентрализованных источников водоснабжения. Только за 2019 год мы исследовали 152 пробы почвы, концентрация свинца в них была в разы ниже ПДК, а в воде водоемов не было обнаружено свинца вообще. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о том, что важно и что касается каждого. С приходом весны деятельность по благоустройству города стала заметнее и активнее. Специалисты коммунальных, жилищно-эксплуатационных и дорожных служб приводят все, что находится в зоне их ответственности, в порядок. Вместе с этим продолжается и капитальный ремонт жилых домов, замена старых и установка новых лифтов, а также ямочный ремонт дорожных покрытий. Немаловажную роль в этом динамичном развитии играет и государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда», которая утверждена до 2025 года. Для ее реализации разработан целый комплекс мероприятий, в которые вошли и совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, и модернизация лифтов, и предоставление населению безналичных жилищных субсидий и многие другие. Подробнее о том, как в областном центре выполняется программа и реализуются другие мероприятия, узнавали наши корреспонденты. Поток транспорта по мосту на проспекте Республики перемещается практически непрерывно. За сутки по одной из центральных артерий проходят тысячи единиц автотранспорта, в том числе и крупногабаритного. Поэтому ремонт, а в скором времени и замена дорожного полотна на этом отрезке – одна из первоочередных задач. Фронт работ среди бригад дорожно-эксплуатационного предприятия поделён исходя из насыщенности транспортного потока. Чем интенсивнее движение, тем больше здесь необходимость в реновации. К слову, в этом году ямочный ремонт проезжей части планируется произвести на территории в 32 тысячи квадратных метров. Сложившиеся на этой неделе погодные условия позволили нам, как никогда рано, начать в полном объёме работы по ямочному ремонту улиц. В первую очередь, мы, конечно, внимание будем обращать на самые разрушенные участки. Далее будем переходить на улицы, где больше интенсивность движения. Ну и потом только все остальные. Работники жилищно-ремонтного и эксплуатационного управления тоже не сидят без дела. Сегодня в списке капитального ремонта на 2021 год 28 объектов разного типа сложности. Минувший 2020 год был для них непростым. Пандемия и её последствия стали поводом переориентировать денежные потоки, изменить график ввода объектов, исходя из возможностей самих служб. Однако работа всё же велась. Получив определённый организационный опыт, специалисты ЖРЭО сформировали свою стратегию деятельности на 2021. В 2021 году запланирован капитальный ремонт 28 жилых домов. На эти цели направлено порядка 14 миллионов рублей, которые включают в себя отчисления населения, это порядка 6,5 миллионов, и городской бюджет на эти цели направил 7,5 миллионов в этом году. В настоящее время один объект введён в эксплуатацию, по 7 объектам ведутся работы. На данный момент работы ведутся не только в плане капитального ремонта. Не остаётся без внимания и процесс модернизации. В многоэтажных домах областного центра в 2021 году планируют заменить порядка 160 лифтов, и работы уже активно ведутся. В настоящий год уже в домах ЖКХ заменено уже 27 лифтов. В домах планируется ещё порядка 53 лифтов ещё заменить. И планомерно мы перейдём к замене лифтов в домах жилищно-потребительских кооперативов. Ориентировочная сумма замены лифтов на один лифт из расчёта для товарищества собственников жилищно-потребительских кооперативов составляет примерно 15 тысяч рублей. Туда входит оплата стоимости строительно-монтажных работ, разработка проектов и сопутствующие прощие расходы, которые необходимы для ввода объекта в эксплуатацию. На плановой основе проводится замена устройств старше 25 лет. При определении очерёдности учитывается степень изношенности лифта и готовность к документации. Процесс модернизации нелёгкий, однако очень приятный для жильцов домов. На выходе они получают новый комплекс, в котором уютно и комфортно перемещаться. На данный момент завершаются работы по монтажу на улице Октябрьской революции 3. Если взять обычный 9-этажный дом, замена лифта производится в течение месяца, плюс две недели на получение заключения. Это Госпромнадзор, Госэнергогазнадзор, экологическая экспертиза, санэпидемистанция гигиены, эпидемиологии МЧС и последний завершающий Госстройнадзор. После этого акт ввода в эксплуатацию и запуск лифта. По видам работ демонтаж лифта, монтаж нового лифта, общестроительные работы, прокладка электрокабелей, монтаж диспетчерской связи, пусконаладка диспетчерской связи, видеонаблюдение. Плюсы новых лифтов в сравнении с прошлыми огромны. Грузоподъемность внутридомового транспорта увеличилась до 400 кг. Бесшумность работы, увеличение скорости, а также опрятный внешний вид кабины будут как минимум еще четверть века радовать жильцов домов. С первыми днями весны приходит ожидание праздника – Дня женщин, Дня 8 марта. Весна – долгожданная пора не только благодаря удивительному природному пробуждению и прекрасной погоде. Многие из нас ждут ее наступления еще и потому, что именно это время года приносит вместе с собой один из самых любимых и популярных праздников. Его по-разному называют. Кто-то величает международным женским днем, кто-то зовет днем женщин, кто-то исключительно в числовом варианте. 8 марта. Однако суть от этого не меняется. Замечательной датой поздравила представительница прекрасной половины человечества, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Ежегодно торжественный прием, посвященный празднику 8 марта, проходит по-разному. Главными героями встречи становятся многодетные матери, женщины-руководители и депутаты. На большой встрече по случаю Международного женского дня побывала и наша съемочная группа. Анастасия Назрин-Плотницкая расскажет подробнее. Много теплых и добрых слов при двери Международного женского дня прозвучало в адрес представительниц прекрасного пола на торжественном приеме в Брестском городском исполнительном комитете. Государственная служба и депутатская деятельность, бизнес и производство, журналистика, здравоохранение, образование, наука и культура, география профессиональных высот участниц встречи обширна. Представительницы прекрасной половины успешно зарекомендовали себя в различных сферах деятельности и своим личным вкладом сделали многое для социально-экономического развития города. Сегодня масса возможностей для реализации. И самое главное, чтобы те мысли, которые посещают и бурлят, чтобы они имели выход и чтобы они были направлены на созидание, на позитив и на то, что это все делается для наших жителей, для наших людей. Тамара Павлюкович – директор Брестского театра «Кукол». Под ее руководством коллектив неоднократно становился победителем многочисленных конкурсов и фестивалей, а еще пережил долгожданный этап переезда в новое комфортабельное здание. Пример Тамары Ивановны – еще одно подтверждение тому, что покорить можно любые высоты. Главное – желание и четкая стратегия. У меня много проектов, много планов и задумок. И, признаться, мы очень ждем, я вместе с коллективом, мы очень ждем окончания вот такой ситуации пандемической, потому что все, что мы сейчас планируем и думаем, я предполагаю, что это будет иметь место для города, ну, скажем так, значимое и тоже внесет такой в копилочку наш вклад. Большая встреча с руководителем города традиционно венчает все проводимые в областном центре официальные и неофициальные мероприятия. Приуроченные к самому весеннему и самому женскому празднику – 8 марта. Так как в зале всегда лучшая из лучших, граноначальник постарался каждый из представительниц прекрасной половины уделить внимание. Особенно яркая и колоритная в этой удивительной женской плеяде Леонет Рафара Мамала Тиана. Вот уже 8 лет уроженка Мадагаскара живет в нашем городе, работая помощником воспитателя. Сюда она переехала, найдя свою вторую половинку, а осталась из-за любви к стране. Девушка уверена, что в Беларуси есть все условия для того, чтобы развиваться. А самое главное – есть доступ к обучению. В ближайших планах Леонет рассматривает даже поступление в высшее учебное заведение. Сегодня женщины все чаще занимают ответственные посты и должности практически во всех сферах. Это Александр Рогачук подчеркивал неоднократно. И за этот труд каждый из приглашенных достойна глубокого уважения и признания. Но даже достигая успеха в профессии, которая изначально считалась исключительно мужской, а значит требовала силы, стального характера и крепких нервов, брестские женщины не перестают оставаться добрыми, отзывчивыми и нежными, прекрасными женами и матерями, настоящими хранительницами домашнего очага и уюта, воплощением душевной теплоты и щедрости. Что мне помогает быть успешной? В первую очередь, наверное, это мои корни, да, это моя малая родина. Во вторую – это моя семья, семья родителей, семья моя, да, семья моих детей. Вот составляющая моего успеха. И люди, которые рядом, люди, которые рядом, которые всегда поддержат, помогут, подскажут. И, наверное, то, что вот обязательно скажу, что мне в жизни повезло на хороших людей, которые рядом. Возможность состояться на сегодняшний день в нашей стране в полной мере присутствует. Самое главное, чтобы были собственные желания, усилия и стремления добиться успеха. А еще этот прием можно было назвать встречей и разговором по душам. В числе приглашенных дам – Екатерина Рудницкая, мама маленькой Арины, для которой сегодня активно идет сбор средств на лечение. Малышке нужен дорогостоящий укол. Цена счастливой жизни ребенка – больше двух миллионов долларов. Чтобы помочь малышке с редким диагнозом выжить, Александр Рогачук и коллектив Горисполкова предложили свой способ сбора средств. Теперь представители городской вертикальной власти будут ежемесячно отчислять на счет Арины фиксированную сумму. Реально давайте поможем. Давайте мы докажем в Бресте, что мы можем собраться, что мы вместе можем собрать эти деньги, которые сейчас кажутся просто фантастической суммой. Но реально, наверное, не так это уже и много, если каждый к этому принят какое-то участие. Работники аппарата Горисполкома 10% своего оклада, начиная с марта месяца, будут отдавать в счет вот этой девочке, которой так необходим этот укол. И то счастье, которое мы уверенно испытаем, когда эта девочка станет на ножки и будет абсолютно здорова, я думаю, что она дороже этих денег. Поэтому давайте докажем, что лучше в Бреста нет места, потому что здесь живут красивые женщины и неравнодушные люди. Без внимания, подарков и поздравлений не осталась ни одна участница приема. Такая представительная встреча не просто дань традициям. Это особый случай, когда мужчины выражают глубокую признательность дамам за их силу, за их самоотверженность и труд. Прекрасные брещанки могут покорить любые вершины. Делают и будут делать все для того, чтобы дети росли в мире и достатке. Чтобы любимые люди не знали трудностей, были мудры, умны и здоровы. Реально спасибо всем. Восхищен этими замечательными женщинами, которые были сегодня у нас на приеме. Каждая из них – это клад, это подвиг, это достижение. Поэтому мы дальше будем культивировать личности, женские личности, которые себя реализуют в семье, на работе, в общественной жизни. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букуноч, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Женщина и весна неразделимы. Обе прекрасны, им принадлежит право рождения новой жизни. Неудивительно, что с пробуждением природы приходят к нам самые яркие, цветущие, нежные и красивые, как само женское начало, праздник – 8 марта. Великие гении всех времен и народов посвящали женщинам свои лучшие произведения в прозе и поэзии – скульптуре, живописи и музыке. Поэтому Международный женский день по всей стране отмечают ярко, торжественно и с размахом. Торжественно и празднично дворец культуры профсоюза встречал женщин. Просыпью весенних разноцветных тюльпанов и поздравлений, прекрасными музыкальными композициями настоящего оркестра и яркими красками картин лучших брестских художников. Женщины работают в разных отраслях экономики, работают успешно, в социальной сфере добиваются высоких результатов. Конечно же, праздничная атмосфера, улыбки, цветы, подарки, поздравления, пожелания. Пожелания, конечно, женщинам, в первую очередь, здоровья, здоровья родным и близким, любви, счастья, мира, тепла, добра, уюта, хорошего праздника и хорошего праздничного настроения. Встретили кадеты, дети, вручили цветы. Это так замечательно, так прекрасно. Сейчас концерт. И, ну, это вообще божественно красиво и очень рады, с любовью. Это очень приятно. Профсоюзные объединения поздравляют женщин душевные с размахом каждый год, а великолепный концерт, подготовленный силами творческих коллективов города, становится красочным аккордом вечера. А так поздравляют всех женщин в составе коллектива Брестского отделения Белорусской железной дороги, а их в сплоченной команде железнодорожников 2700. Эти душевные песни и зажигательные танцевальные номера для них, проводников пассажирских вагонов, билетных кассиров, дежурных по станции и многих-многих других, а также тех, кто много лет посвятил железной дороге, но сегодня находится на заслуженном отдыхе. Творческие номера в исполнении талантливых артистов, праздничная атмосфера, слова уважения, признательности и благодарности в этот прекрасный вечер – все для милых и дорогих дам. На Брестском отделении сегодня работает порядка 2700 женщин, а это 36% нашего коллектива. В этот праздничный день хочется пожелать всем нашим женщинам крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия, ну и всего лучшего. Но трудятся женщины не только на предприятиях и в организациях. Немалая доля представительниц прекрасной половины несет почетную службу в воинских частях нашего города. Женщины в форме также принимают в свой адрес поздравления в честь Международного женского дня. Представители 111-й гвардейской артиллерийской бригады, а также 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, поздравили женщин-военнослужащих и женщин-матерей, играла оркестра, вручали благодарственные письма и грамоты, дарили цветы и даже организовали флешмоб. Все для тех, кто вдохновляет настоящих мужчин на свершение и является образцом выполнения служебного долга. У нас в бригаде проходит службу и работает 32 женщины. Это немалый коллектив женский. Они вкладывают весомую роль и вклад в общее дело нашей бригады. Поэтому есть за что им сказать спасибо. Этим светлым весенним днем мы поздравляем всех наших женщин, как военнослужащих, так и гражданский персонал. Желаю им крепкого здоровья, успехов, благополучия, счастья, чтобы они всегда были красивыми, радовали нас своим обаянием, привлекательностью. Ну и дальше продолжали выполнять свои задачи на благо нашей Родины. На своем месте и на благо нашей Родины трудится каждая из женщин. Поэтому финальным аккордом праздничных поздравлений стала концертная программа «Подарок» от Брестского горисполкома, а также администрации Московского и Ленинского районов. В ее окно стучится теплый свет, открой объятия и впусти. Я хочу поздравить всех брещанок, особенно жителей и работниц Ленинского района с наступающим праздником. Я хочу пожелать всем женщинам быть здоровыми, быть счастливыми. И пускай, говорят вам, улыбки и цветы не только канун дня 8 марта, но и каждый день. В имени администрации Московского района себя лично поздравить всю прекрасную половину города Бреста с наступающим праздником весны, с 8 мартом. Чтобы у них все рядом была весна, чтобы их вторые половинки радовали, заботились и не поставили плечо в нужную минуту. Ну и чтобы всем блага, мира, любви, добра и всех благ. В этот день все в их честь. В честь самых красивых и умных, амбициозных и творческих. Самых дорогих и любимых. В честь талантливых брещанок. Они не боятся трудностей. Идут всегда только вперед. А еще умеют быть просто женщинами. Источником красоты, света и тепла. В преддверии нежного и весеннего праздника, 8 марта, у мужчин появляется еще один повод поздравить своих любимых и дорогих хранительниц очага. А вот у семьи Панько немного другие традиции. Они не ждут красных дней календаря и за дня в день дарят друг другу заботу и внимание. Николай и Лена Панько вместе вот уже 50 лет и до сих пор питают друг другу только самые теплые и нежные чувства. Секрет их отношений прост. Искренняя любовь и поддержка. Наши корреспонденты решили поближе познакомиться с супругами и вдохновиться с женщиной, которая на протяжении стольких лет продолжает восхищать. Супруги Панько встречают гостей радушно. Они вместе ставят чай и без утайки делятся историями из жизни. Двухэтажный дом, где живет пара, расположен в агрегородке Клейники. Несмотря на свой масштаб, он всегда чистый и уютный. Все это заслуга Елены Никодимовны. Она настоящая хранительница домашнего очага, потому порядок в доме для нее первоочередная задача. Я вам хочу сказать, я не люблю, не люблю. Не люблю, потому что здесь надо работать. Если хочешь, чтобы был порядок, надо работать. А я люблю порядок, я сама фармацевт. Я люблю, чтобы был порядок. Я знала, что мне надо тут пахать, пахать и еще раз пахать. Это ж только убрать это. А еще подвал такой же. И у подвала порядок тоже более-менее. Елена и Николай Панько вместе уже 50 лет и до сих пор не утратили друг другу чувства интереса. Их романтическая история началась достаточно банально. Со знакомства в доме офицеров, куда они пришли танцевать. Встречались полтора года. Ухаживания, прогулки под руку, признаниям в любви. А после созрели для важного шага в их жизни – свадьбе. После веселого торжества началась взрослая жизнь. Их молодые годы пришлись на 70-е. Времена тогда были нелегкие, но они всегда поддерживали друг друга и были вместе. Кроме одного года, когда Николая Сергеевича забрали в армию. Я к нему два раза приезжала. Он в отпуске был. Потом он раза два приезжал. Потом приезжал его капитан уговаривать меня, чтобы он остался в армии. Да и как-то так. Это вам по молодости. Разве это чувствуется? Во-первых, надо было работать. Ребенка в садик. С садика каждый день забирать. И все никаких там. Нормально. Ну, конечно, радость была, что вернулась. Сейчас у супругов большая семья. Двое детей и двое внуков. Все они тесно поддерживают связь с родителями и часто приходят в гости. Николай и Лена, разворачивая свои фотоальбомы, с улыбкой вспоминают о ярких моментах жизни. И сами удивляются, как много они вместе прошли. И сейчас, оглядываясь назад, они уверенно заявляют, что были счастливы тогда и остаются до сих пор. Были счастливы с того момента и по сегодняшний день. Потому что, что мы не делали, чтобы при встречах, при беседах всегда находили общий язык. И всегда были мы внимательны к детям. И дети уважали нас за это. И как писал классик Антуан де Сен-Экзюпери, любить это не значит смотреть друг на друга. Любить значит вместе смотреть в одном направлении. И у супругов Панько это получается вот уже 50 лет. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Поздравления прекрасных дам с праздником 8 марта растянулись практически на неделю. Все это время девочки, девушки, женщины были главными виновницами мероприятий. Они принимали подарки, слушали поздравления от близких и родных. 8 марта не просто дань традициям. Это особый случай, когда мужчины выражают глубокую признательность дамам за их силу, за их самоотверженность и труд. Сегодня, когда подарки уже куплены, а сердце бьется сказать самые теплые и искренние слова, представители сильной половины человечества готовы одаривать женщин самыми теплыми словами и комплиментами. Им слово. Девушек, женщин с праздником весны, их праздником. Хотел бы, чтобы всегда была такая же солнечная погода, как сейчас. Теплого, ласкового солнца над головой. Чтобы им никакие невзгоды не касались никогда. Всем женщинам счастья, здоровья, большой зарплаты, удачи в работе, так что в семейном, как говорится, в житии, битии. Ну и всего самого лучшего, что может мужчина пожелать. И любить мужиков, а мы вас будем любить. Поздравляю всех женщин и девушек с 8 марта. Желаем счастья, здоровья, всего самого хорошего, чтобы цвели и пахли. Здоровья, пожелания всем женщинам, их семьям, детям. И удачи, чтобы все у нас в жизни все было хорошо. И в нашей стране тоже самое. Дорогие женщины, в эти праздничные дни мужчины говорят вам искренние поздравления и слова благодарности за то, что вы есть. Присоединяются ко всему вышесказанному и коллектив телекомпании Бук-ТВ. Любви вам, тепла, надежды, чудес, комплиментов от души, подарков и мужского внимания, невероятной красоты, очезарных улыбок, обаяния и головокружительного счастья в жизни. С праздником! Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Субтитры подогнал «Симон»!